76-летие освобождения немецкого нацистского контракционного лагеря и разрушения Аушвица. Освенцим был самым большим лагерем, основанным немцами. Лагерный комплекс Освенцим составляли три больших лагеря. Освенцим-1, Освенцим-2 Беркинау и Освенцим-3 Мановиц. В Освенциме погибло более миллиона людей, девять десятых из них – евреи. Каждая из четырех самых больших газовых камер помещала по две тысячи человек. Надпись над входом в лагерь гласила «Arbeiten Mach frei», что означает «труд ведет к свободе». Реальность была прямо противоположной. Труд стал еще одной формой геноцида, которую нацисты называли «уничтожение работой». Жертвы, которые избегали немедленной смерти, будучи отобранными для труда, систематически лишались индивидуальных черт. Им сбривали волосы, а на левом предплечье наносили в виде татуировки регистрационный номер. Мужчин обязывали носить рваные полосатые штаны и куртки, а женщины ходили в рабочих платьях. Каждый день превращался в борьбу за выживание в невыносимых условиях. Заключенные всегда голодали. Рацион состоял из жидкой подхлебки из гнилых овощей и мяса, нескольких сот грамм хлеба, кусочка маргарина, чая или горького напитка, отдаленно напоминающего кофе. Некоторые заключенные были заняты на принудительных работах в самом лагере, например, на кухне или в качестве парикмахеров. Женщины зачастую сортировали груды обуви, одежды и других принадлежавших пленным вещей, которые отправляли для использования в Германию. Бежать из Освенцима было практически невозможно. Концлагерь и лагерь смерти окружали заборы из колючей проволоки под напряжением. На многочисленных вышках стояли часовые, вооруженные пулеметами и автоматическими винтовками. В Освенциме проводились жестокие медицинские эксперименты над мужчинами, женщинами и детьми. Медик доктор Юзеф Менгеле проводил болезненные и травмирующие эксперименты на карликах и близнецах, включая маленьких детей. Одной из целей экспериментов было улучшение медицинского лечения, предоставляемое немецким солдатам и летчикам. Большинство пленных Освенцима оставались в живых только несколько недель или месяцев. Те, кто был слишком болен или слаб, чтобы работать, были обречены на смерть в газовых камерах. Некоторые совершали самоубийство, бросаясь на электрические провода. Другие напоминали ходячие трубы, сломанные физически и духовно. Однако были среди них и те, кто твердо намеревался выжить. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Так, каждый год 27 января по всему миру проходит ряд мероприятий в память об этом страшном месте. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса все было перенесено в интернет. Тем не менее, мероприятия онлайн были организованы на официальной странице лагеря Освенцим, Всемирным еврейским конгрессом, ООН, ЮНЕСКО и МАСАВ, а также Музеем Холокоста в Вашингтоне.